Местные были, как бы говорили, да, если оттуда выгоняют, значит вы уезжаете в свой Казахстан. В садике я всем говорила, что я казашка, всем говорила, что есть такая страна Казахстан. Просто думая, как это не такая сначала, не как все. Потом я поняла, что мы казахи, но я не знала, что у нас страна отдельная есть. Потом я узнала, что для меня открытие было, что, оказывается, это большая страна, оказывается, там много таких, как я. У всех российских казахов чувство страха. Почему? Потому что язык не знаю, к чему я там буду делать, как я там буду адаптироваться. У меня говорили, вот такое имя Анара, вообще такого, наверное, имени не бывает. У садики говорили, так, наверное, ты одна, наверное, в всем свете Анара. Чего туда ехать, там, разруха. Вот хорошо, что наши предки выбрались в Россию, и мы тут более-менее как будто бы там живем, и у нас нормальное образование, нормальное что-то, что-то, а там ничего нет. Вот такое призятое мнение было. Ассаламу алейкум, садирмен бурге Айвар Азаматов. И это видео о истории семьи Хазизовых. Глава семьи Хатамулах Атавич родился в Астраханской области. Его супруга Раиса Ислямовна появилась на свет в Волгоградской области. В молодости, волею и судьбе они встретились в городе Саратове. Они полюбили друг друга, создали семью и прожили вместе в городе Саратове 35 лет. Там же родились и получили образование две их дочери, Анара и Алия. Однако сейчас, в 2021 году, все они переехали и живут в Казахстане. Почему они решили переехать в Казахстан один за другим? У каждого из них своя история и своя причина. Если вам нравится видео, которое я снимаю, и вы поддерживаете мою деятельность, то прошу поставить лайк, написать коммент и поделиться этим видео со своими друзьями и знакомыми в WhatsApp. Смотрим историю Хазизовых. Ну, детство прошло, естественно, мои родители были чабанами, табунщиками, конкретно верблюдов. Я рос в Сепи, естественно, учился, на квартире жил. И вот так учился, у меня вся жизнь прошла в сельской местности. В детство проходило, ну, беззаботно. Родители работали, мама с папой. Старшие братья, сестры, они были намного старше меня. Я была младшей в семье. За мной все ухаживали, я забот не знала вообще никаких. И вот так она прошла все детство, юношество, школьные годы. Потом оттуда забрали меня в армию, уже с армии. После армии уже пошла, пошел учиться в техникум и по направлению приехал в Саратов. Саратов оказался совсем случайным, потому что изначально я хотела поступать в Волгоградский институт. Туда я пыталась, не поступила. А потом сидела на вокзале, как в кино, в полосоке на вокзале сидела. И вдруг подходят девчонки постаршие, говорят, вы куда? Мы говорим, да мы хотели в Волгоград. Говорят, что там в Волгограде будете делать? Поехали вот с нами, будете работать операторами. Я подумал, операторы-то, наверное, фильмы снимать. Поехали и уехали. Оказалось, оператор почтовой связи. И вот я так случайно оказалась работником связи, где проработал 40 лет от звонка до звонка. По распределению попал город именно в Саратов в проектный институт промышленного проектирования. Саратов промпроект. Это был территориальный институт, очень крупный в регионе. И он работал на три региона. Ульяновская, Саратовская и Пенинская области. Ну, Саратов был, будем говорить так, с нашей строчки зрения, очень такие, окружение было очень веселым. Все такие были довольны, радостны. Какое-то было время, может, тяжелое советское время, но мы как-то этого не замечали. Потому что все работали, все учились. Как вы познакомились со своей супругой? Ну, это интересно. Потому что, когда работают там, в институте, и мне спрашивают, а вы не ходили на площадь революции? Тогда назывался площадь революции, сейчас театральная площадь переименовали после 1991 году. А что там делать на площади революции? Там же казахи собираются по субботу, воскресенье. Ну, сначала ради интереса пошел, да, на самом деле, там казахи собирались с Уральской области, потому что учились с Азинского, Алгайского района, и, естественно, все казахи собирались. Там играли на гитаре ребята, казахские песни пели, танцевали там, и вот эти ручки играли. И там, как раз, я познакомился со своей супругой. Она с Волгоградской области, Паласовка. Аня тоже училась на связи училища. Вот и знакомство уже познакомились там. И мы ходили регулярно, и, соответственно, субботу с Ксенией проводили там время. А мы с супругом познакомились тоже случайно. Он сначала приходил на почту, я работала в почтовом отделении на Синном. Он там, ну так, с ребятами приходил, познакомился, он приходил, отправлял. Я уже забыла какое-то почтовое отправление. Тогда еще его приметили. Да. Даже так? А у него просто история начинается только с площади, с театральной площади. А он забыл, наверное. Да, он сначала на почте видел, а потом и на площади революции. Мы там познакомились. Там же раньше казахи собирались все. От тех годов. Вот мы сначала их не знали тоже, а потом смотрим там все время. Песни поют, на гитаре играет. В общем, такая компания была. Ну, дружно будем говорить так. Никаких днедрак, никаких переборов не было. Все просто общались, знакомились. Ну, такая компания была. Мы там с мужем познакомились. Уже так поближе. Вы имеете звание мастер связи Российской Федерации. Да. Расскажите, пожалуйста, как вы добрались до такого звания? Ну, в общем, как я сказала, сначала закончила училище связи. Работал в 5-м отделении связи почтамте на Сином. Это старое городское отделение было. Затем закончила техникум связи в Самаре. Продолжал работать начальником отделения почтовой связи. И всю свою рабочую деятельность я провела в почтамте. Вот. Ну, и на пенсию уже я вышла заместителем начальника Саратовской почтамте. Вы имеете звание почетный строитель России. Также я знаю, что вы прошли путь от старшего техника до главного инженера проектов. Еще находясь в городе Сараты. Расскажите, как это было? Ну, это было, как сказать. Ну, я когда по направлению пришел, и у нас было советское время. Если работаешь хорошо, по точности ты продвигаешься вперед по лестнице. Ну, если ты, например, запил, или ты не соображаешь, как вы выполняли свои функции. Естественно, так и. Но уже прошедшие уже те годы, до главного инженера проекта, были очень интересные проекты. Потому что эти проекты были у нас, как говорилось, промышленное проектирование. Соответственно, вся промышленность, она один к одному, как жилые дома не подходят, и у каждого свои были. Наш институт развал все промышленности. И когда мне дали объекты, у каждого главного инженера проекта дают объекты. У меня были объекты, это Саратовский подшипниковый завод, Энгельский завод топливных фильтров. И это были военно-строевские объекты, были. Ну, работал я из Германии, тогда ФРГ, это отходы Балаковского фосфорного удобрения. Отходами фосфорного удобрения их занимался. Занимался итальянским кирпичным заводом, северным выпуском глиняного кирпича. Ну, такие с французами я в этом были связаны. Вот были голландцами. Вы в основном проектировали здания, да? Не здания, а заводы. Заводы. Было очень тяжелое время было. Ну, сейчас уже цифрализация идет, да, уже компьютеры. А в то время все ручной работали. Посылки таскали, вручную писали. Ну, проблем много было. Ну, видимо, оценили мой труд, то, что так долго работала, и на пенсию шла оттуда. Наградили вас, да? После распорядного союза многие из соседнего Уральской области, русские, начали приезжать в Саратов. Но они со своим словом, как они себе взяли статус беженцы, что в Казахстане уже свой язык, письменность свою, и мы уже не нужны, мы и приезжали. Естественно, на такой волне местные были, как бы говорили, да, если оттуда выгоняют, значит, вы уезжаете в свой Казахстан, и там уже говорите, это были, были, это просто, как бы сказать, завалированные, можно сказать, в открытые глаза они говорят, но иногда вот местные, или как бы соседи, или на улице, или в очередях, или где-то вот это высказывание. В частности, такой был случай, это в частности, когда нас президенты выбирался в Россию, и свою дал кандидатуру Аман Туриев, есть так он был, и Казах, ну, он не считается крупным, но себя он считает Казахом, и его программа очень интересовалась, даже мои соседи или знакомые в Саратовской области говорили, вот он хороший, умный, мы бы пошли бы за него голосовать, но, слова, нам достаточно одного нерусского нам правил, это имел в виду Сталин, поэтому они вот это еще думают, должен быть русский, поэтому такое было. Живя в Саратове, вы сталкивались с каким-то предвзятым отношением из национальности? Нет, конкретно, допустим, меня это не касалось. Не было. Это было в 1976 году, мой двоюродный брат, ну, Буле, Калаша Буле, от своих родных сестры, он женился, я поехал на свадьбу в Уральской области, и вот, а там на свадьбе, когда участвовал, там все пели на казахском языке, я еще помню, меня разучивали песню, все эти молодежь, дай бог меня вспомнит, ну, ладно, не будем, и тогда очень понравилось, я думаю, вот как хорошо здесь на казахском поют, ну, вот такая мысль была бы, была мысль, но в том, что не так, что это не говорит, что я взял бы и уехал, потому что... Просто была мысль, неплохо было бы здесь жили. Да, как бы среди своих. В общем, изначально была такая ситуация, мы в Саратове жили, к нам приходили ребята, курсанты, которые по направлению учились там, в ракетном училище, вот, и кроме этого у нас там сплоченные были друзья, казахи все, мы с ними очень часто общались, дружили все семьями, и даже когда, допустим, дни рождения свои, там, детей, мы собирались, и уже, видимо, то, что национальная потребность была, мы постоянно пели песни на казахском языке, вот, какие-то традиции, мы старались соблюдать это. И вот в 90-е годы, когда был развал Советского Союза, наши вот некоторые друзья сюда уехали, вот, в Казахстан, потом они, правда, вернулись, и у нас тоже мысль такая была, может, нам уехать, а как вот вы не скажете, тогда было трудно решиться, перелом государства идет, жилья нету, решиться очень сложно было, и мы как-то вот интуитивно хотели, а фактически это практически не могли это все сделать. В те 90-е годы, когда приезжали, и многие в Алмате, многие наши знакомые уехали в Алмату, поменялись квартирами, они отсюда уезжали, туда, и тогда была мысль, чтобы тоже поменяться квартирами, и уехать, потому что... То есть местные здесь русские, как бы, да? Да, да. Но в основном там другие национальности, они менялись с казахами, и с Россией, квартирами. Да, 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 вот тогда были мысли, так как уехать, но здесь задерживал только одно, я был на должности стоял, вроде работа, а туда приедешь и где, и как раз сначала, и, во-первых, там, когда уезжали, некоторые были, там распадается, там, типа, все плохо говорили, и вот это, наверное, остается. И потом, когда уже девочки подросли, они уже стали больше интересоваться казахской литературой, наследием, там, традициями. Даже мы когда вот к своим вольные ездили, астраханская область, к дедушке с бабушкой, мы даже там брали костюмы национальные, которые девочки сами шили, и на 9 мая там девочки сами играли на дамбре, в костюмах выступали, вот. И они стали постепенно, вроде, как-то тянуться тоже, к своим корням, будем говорить так. Я родилась в Саратове, и всю жизнь выросла в Саратове, училась, университет закончила в Саратове. В Саратове государственном мастерстве? В Саратове государственном мастерстве, механико-математический факультет, по экономике специальности. Ну, нас вот так отец воспитывал, ну, в казахской среде, чтобы мы чувствовали себя как будто в Казахстане. То есть у нас всегда казахская музыка играла, и с друзей он всегда старался домой приглашать, вот только, ну, тоже соотечественников, там, друзей таких близких. То есть, ну, такое впечатление было у нас с детства, ну, что Казахстан как бы к нам ближе. Так получилось, что с детства нас родители воспитывали в казахском духе. Мы всегда знали, что мы казахи, что мы всегда знали, что у нас свои традиции, своя культура, свои религии. И даже с детства, я помню, в садике я всем говорила, что я казашка, всем говорила, что есть такая страна Казахстан. Чтобы не забывали, да? Я сама не знала, что это такое, что это страна, и думала, для меня это было как другая планета была. И потом многие удивлялись, что у меня такое имя, Анара. Ну, необычно. У нас в Саратове вообще казахов не было. Ну, сейчас мы, может быть, много, а в то время... В каком году это? В какой год? Это 80, ну, 90-х годах, где-то, 88-89. Брос, молодо выглядит так, не скажешь. Да, я 83-го года рождения. Вот. И мне говорили, вот такое имя Анара, вообще такого, наверное, имени не бывает. Ну, садики говорили так, наверное, да, одна, наверное, на всем свете Анара. А я говорю, я всегда говорила, нет, есть такая страна Казахстан, там Анар много, говорят, это распространенное, самое распространенное имя. То есть я знала, что есть такая страна, что есть, что я просто в России живу. Почему-то так родители как-то вложили в это. Буквально на некоторое время прервемся, а потом обязательно продолжим. Дело в том, что я хочу поделиться с вами очень полезной информацией. Особенно эта информация будет полезна, точнее, только она будет полезна для моих подписчиков из России. Дело в том, что пока я полгода находился в городе Саратове, в городе Волгограде, я узнал, что компания Тинькофф, точнее ее мобильный оператор Тинькофф Мобайл, проводит очень крутую акцию. Они дарят на баланс 1000 рублей, 1000 бонусов за то, что человек переходит к ним со своим номером старым, с номером, который на него зарегистрирован, без разницы у какого любого мобильного оператора, если человек к ним переходит, за это они дарят 1000 рублей на баланс. То есть, если вы зарегистрированы на любого оператора, там, Мегафон, Билайн, Теледва, и при этом вы с сохранением номера переходите на связь Тинькофф Мобайл, за это они вам кидают 1000 рублей на баланс, и вы можете на эту 1000 рублей на 2 месяца бесплатно подключить, не доплачивая ни единой копейки, подключить и интернет, и связь, и абсолютно бесплатно 2 месяца на халяву пользоваться связью. Я тоже сначала не верил, но я решил рискнуть, решил проверить, но вообще, когда это такое было, чтобы мобильный оператор просто так давал 1000 рублей на баланс. Вот, я оформил заявку на сайте Тинькоффа, дальше мне позвонил курьер, договорился о времени, когда мне будет удобно с ним встретиться, он подъехал ко мне домой и проверил паспорт мой, что действительно мне эта сим-карта принадлежит. Вот, потом получилось так, что он мне выдал сим-карту от Тинькофф Мобайла, эта сим-карта была просто такая пробная, на ней уже был подключен интернет, на ней была уже доступна связь, я ее вставил в телефон и начал пользоваться связью, то есть на ней уже был безлимитный интернет и безлимитная связь. Дальше, через 8 дней мой номер, старый номер в стиле 2 полностью перешел на Тинькофф Мобайл, сохранились все контакты и сразу же мне они дали 1000 рублей на баланс и потом еще на эти 1000 рублей я еще 2 месяца, реально 2 месяца полностью, абсолютно не доплачиваю ни рубля, я пользовался этой связью и реально никаких проблем не испытывал. Если вы переживаете, что этот Тинькофф Мобайл не будет ловить там в вашем городе или в вашем поселке, пригороде, то не переживайте, компания Тинькофф Мобайл, она работает от вышек Теледва, как вы знаете, что вышки Теледва, они есть по всей России, это самые распространенные вообще вышки в России, ну по моим данным. Вот, поэтому можете насчет этого не переживать. Если вы хотите перейти на Тинькофф Мобайл, то можете, здесь по ссылке в описании я поставлю ссылку, то если вы именно по этой ссылке пройдете, там должно быть написано iVAR, рекомендует Тинькофф Мобайл. И если вы именно по этой ссылке оформите, то конечно же вам, ну в принципе по любой ссылке вам дадут 1000 рублей за перенос номера, но именно по этой ссылке вы также, если вы не захотите переносить номер, то перейдя по этой ссылке вам дадут просто за то, что вы приобретете просто симку на себя, возьмете Тинькофф Мобайл, то вам дадут неделю бесплатного интернета и бесплатной связи. Плюс еще 500 рублей дадут, 500 бонусов, на которые вы можете потом еще на месяц подключить бесплатный интернет. То есть реально это халява, я не знаю. Я всем своим друзьям говорю, ну там в России и родным говорю, ну что, перейдите вы там, какая разница вам, какой связью пользоваться. Вам просто так вот, ну два месяца бесплатно дадут, ну плюс еще то, что у них реально крутое, удобное мобильное приложение с кучей фишек и полезной функцией. Я им говорю, перейдите, вы ничего не теряете. Они говорят, да нет, нам это не надо, то есть больше. Я говорю, как не надо, блин, 1000 рублей, когда еще 1000 рублей будет просто так вот давать. Я вообще такого в жизни не встречал реально такого, чтобы просто так мобильный оператор раздавал деньги. Я им рекомендую, они почему-то вот не пользуются. Да, это реклама, я рекламирую Тинькофф Мобайл, но реально, это реально халява. 1000 рублей вам дадут, если вы перенесете номер, 500 рублей вам дадут, если вы просто оформите сим-карту себе, просто, ну вы же ничего не теряете. И плюс еще неделя бесплатной, безлимитной связи, я не знаю, я такого вообще никогда не встречал. Поэтому переходите по ссылке в описании, оформляйте сим-карту, если она вам нужна, конечно. Вот, но я думаю, кому не нужен халявный интернет, кому халявная связь не нужна, я не знаю, я два месяца пользовался и просто был восхищен, что такое вообще возможно. Переходите обязательно по моей ссылке, указанной под видео, заказывайте сим-карту, ну а мы продолжаем и снова возвращаемся в гости к семье Азизовых. Ну, желание было, да, поехать, посмотреть, но таких родственников, прям близких не было, кому можно было ездить в Казахстан. И интернета не было, никакой информации доступной не было, чтобы поближе узнать, это сейчас-то можно посмотреть и узнать, как. А так, ну для нас это темный лес, непонятно. Единственное, что нас в детстве возили приграничные районы, поселки, но там не было дороги, там была разруха, и у нас такое впечатление было, что, в принципе, Казахстан такой весь. Вот эти большие города, что есть, вот это мы не знали в детстве. И вообще, до шестого класса я думала, что у нас нет родины, что мы просто вот какие-то там без своего рода, где-то оказались на чужбине, и вот вынуждены там друг с другом как-то вот сдержать связь, чтобы не потеряться. И это уже чуть побольше стало, когда в школу пошла, где-то в средних классах, я уже узнала по географии, что, оказывается, есть Казахстан, что, оказывается, нас много, и мы живем в другой стране, это просто мы оказались. Вы учились, у вас сколько было в классе, какие-то еще национальности были, помимо того, что вы Казахстан? Нет, вообще в школе я одна была Казахстан. То есть все остальные русские были, украинцы, да? Да. Ага, понятно. Я просто думала, как это не такая сначала, не как все. Потом я поняла, что мы Казахстан, но не знала, что у нас страна отдельно есть. Потом я узнала, что для меня открытие было, что, оказывается, это большая страна, оказывается, там много таких, как я, и хотелось поехать посмотреть. Ну, тогда я в школе, это было нереально, просто как мечта была, и не было невозможности поехать. Единственное, когда мы поехали к родственникам, мне вот не очень понравилось там. Это западная Казахстанская область, да? Да, там приграничные районы с Россией. Там не сильно отличаются от российских приграничных районов. Да, ну, понятно, да, и у меня такого впечатления почему-то сложилось, и все на этом. Ну, потом, когда уже старший класс, и когда было студенчество, уже умом понимаешь, что это должно быть нормальное государство, нормальная страна. Ну, по идее, если вы знаете, тоже в России не пропагандируют, как бы, жизнь в других странах. Они считают любые там новости, любые публикации, смотрят, что все хорошо только в России, а везде там разруха, и если бы не Россия, все бы давно бы там... Да, 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 есть такая тема. И у меня тут отложилось такое впечатление, и с этим я выросла, и на самом деле так и было. Такое отношение к Казахстану, что что туда ехать, там разруха, вот хорошо, что наши предки выбрались в России, и мы тут более-менее, как будто бы там живем, и у нас нормальное образование, нормальное что-то, что-то, а там ничего нет. Вот такое предвзятое мнение было. Но это воспитано было именно вот в России, воспитание. То есть, ну, там, для них это все странно, это нижний уровень. Как-то вот такое было воспитание, не знаю, сейчас как. Именно вот в области много проживают, там, приграничных районах, Алгайский район, допустим, там, еще какие-то районы. Вот, а в самом городе в то время не было казахов. Вы в классе тоже одна, да? Одна уже, да, одна была. А в школе? В школе тоже одна была. И в группе, да в школе, и везде одна была. Вот, это вот потом уже, когда я студентка была, уже много студентов стало приезжать, а именно вот того поколения, вот наших родителей, их мало. Ну, вот родители общались, несколько семей, ну, буквально 4-5 семей было у нас, они знали. Поэтому всегда родители общались с казахами, то есть с казахскими семьями, и мы тоже с их детьми общались. И поэтому как-то мы знали, что у нас диаспора, что мы должны как-то друг друга поддерживать, общаться. Вот, и не всегда слушали казахскую культуру, ну, казахскую музыку, имею в виду. Родители всегда, я помню, в выходные слушали, вот Тамаша раньше было, развлекательное шоу. Видеокассеты привозили с этого, с Казахстана, кто-то там, родственники привозили, интеллект включали, слушали на казахском языке. Вот, и я помню, что вот каждое воскресенье, субботу мы слушали вот этого Тамаша, музыку слушали казахскую. Кайрат Нуртас, да? Леон Ваше есть, уже еще не было. В то время не было. Я просто помню, в детстве у нас постоянно Кайрат Нуртас, доминоны, да, вот такие, ну, ладно, это не суть. Да. Хорошо. И вот сейчас я сравниваю, ну, не сравниваю, вот я вижу некоторые казахские семьи, допустим, которые, ну, просто ассимилировались с русскими. И, например, дети их даже не воспринимают как-то казахскую культуру, допустим, именно казахские дети на русском разговаривают там, и даже не тянутся, не хотят слушать. Это, мне кажется, от родителей зависит, потому что как родители привили, так это будет. То есть у вас в семье всегда было, да, такое серьезное, упорное? Да, я тут сейчас анализирую, я раньше не осознавала, думала, что мы сами так как-то потянулись, а сейчас я осознаю, что это все-таки заслуга родителей, и то, что они с детства пытались на казахском разговаривать. Я помню даже иногда мама говорила с папой, там, давайте только по казахски разговаривать. Ну, там мы не могли, конечно, там что-то пытались. И у нас был самоучитель казахского языка, и мы по нему учились. Вот я помню, в детстве мы учились, казахский язык учили. Вы получили хорошее образование, и с вашим образованием у вас большие перспективы были в России. Тем более то, что Саратовский государственный университет, он вообще в России считается одним из лучших. Да, в десятку входит лучших университетов, даже, по-моему, в пятерку входит лучших университетов. Ну, это я не знаю, но точно, в 50 точно он входит. Да. Я много рейтингов смотрел. Ну, все-таки каким-то образом вы оказались в Казахстане. Вы сейчас живете в городе Астана, в Нур-Сультане, да? Да. Рассказывайте вот эту замечательную историю. Вот, как получилось, как вот я перебралась, то есть, такой прям, вроде бы, ну, в душе блаткая, надежная. То есть, у вас были мысли, вообще, всегда были мысли, да, то, что вы, возможно, будете жить в Казахстане? Были, сначала, да, были мысли, возможно, буду, но как это сделать, я не представляла. То есть, это, после учебы сразу поехать, ну, было страшно. Потом, вроде бы, когда уже, там, на работу устроился, тоже, как будто бы уже жизнь налажена, что-то там менять, куда-то ехать непонятно, никакой поддержки нету, потому что, я говорю, у нас никаких родственников не было, куда поехать, никакой информации не было. Ну, кто, откуда получить информацию. И, ну, так случилось, что во время студенчества наши родители познакомились с группой студентов из Казахстана. И они нас познакомили, как-то тоже привлекали вместе, чтобы мы общались. И после того, как мы сдружились, они пригласили нас в Алмату. Ну, вот эти парни, которые... Это в каком году, примерно? Это был 2001 год. Поехали в Алмату, они когда заканчивали институт, поехали, пока... Алмата такой красивый город, они каждый раз расписывали, какой красивый город. Ну, я уже захотелось поехать посмотреть, и мы вот с сестренкой сели на поезд и поехали. В Санары. В Санары, да, поехали в 2001 году. Да, мы... Нас папа всегда отправлял с сестрой одних куда-то там. Ну, в Москву мы ездили одни, потом в Петербург ездили одни. И вот папа говорит, давайте в Алмату теперь поедете. Сколько вам лет было в 2001 году? Мне 16, а 17 мне было. Это в 2001 году. Алия была. Она на 5 лет старше, это было 23 года. 22. Вот. И мы поехали сами. Наверное, Алия уже говорила, что мы общались именно с Казахстан студентами, которые учились в Саратове. Опять же, родители тоже их как-то привлекали, вы так все из них познакомились. Да, да, да. Родители же они общались с семьями там. И как-то познакомились с... Ну, у нас одна семья была, они прям с этим пограноучилищем, военное училище, они рядом жили. И там увидели казахских ребят, казахов, с ним к ним подошли, познакомились. Оказалось, что они по обмену учатся в Саратове, из Казахстана. И стали общаться, приходить к нам в гости. И родители тоже их пригласили. И мы так стали общаться. Они нам много чего рассказывали про Казахстан, вот на казахском говорили, там, пели, играли. И мы решили поехать в 2001 году. Вот в гости, получается, к одному из этих студентов. Он уже закончил учиться, уже здесь жил, в Умоте. Мы поехали через Уральск. Но, честно говоря, у меня первое время, ну, как бы, такое представление было о Казахстане, что это, как бы, отсталая страна, ну, всегда, наверное, у многих, в России, такое представление, что, ну, как бы, нас только воспитывали, наверное, что в России, она, как бы, передовая страна. Вот, а Казахстан, это, как, там, окраина. Да, периферия, там, ничего не развито, никакой культуры, никакой, там, цивилизации нет, тем более, интернет нет, там, ничего нет. И мне такое предвзятое было мнение, что, наверное, там, мне не понравится. Просто, ну, для интереса посмотреть. Слушай, слушай. Да, для, для, просто для понятия, как бы, знания. Ну, для заполнения, да. Да, 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 да. Что это такое вообще? Да, 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 да. И, да, 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 там, не было мыслей такой, там, или остаться, или там, или жить. Просто посмотреть, хорошо, хорошо, решили. Ну, поезд тогда был. Да, 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 я понимаю, какой был тогда поезд. И мне немножко такой культурный шок был, пока мы все дни идти в поезде ехали. Там вот так приходили с рыбой, вот так приходили там, как в автобус набивали людей. То есть там, ну, вот, я даже написала дневник, как мы ехали в Казахстан. И вот именно первое впечатление, чтобы они вот у меня где-то записаны есть. И до сих пор, вот, когда я вспоминаю, ну, первое впечатление такое было немножко. Что у вас удивило? Ну, вот пока мы на поезд ехали, там, конечно, это беднота была. Сплошная. Там, они за копейки там продавали, там, дыни, что могли все продавали. Какие-то варежки, какие-то носки, какие-то полотенца, там, за две... Большой одеявол, там, за две тысячи деньги. Ну, что-то вообще там, смешные цены. И это так было по всему Казахстану мы проехали, там, Казаларда, вот особенно эти районы. Южные, да? Южные районы. И впечатление было, что это очень бедная страна. Может, и так и было в 2001 году, я не знаю. Ну, в 2001 году я просто знаю, как было у нас, в том числе в Россию, в городской области, тоже была беднота жесткая. Просто вы, наверное, в Саратове жили, а в Саратове все-таки это областной центр, это серьезный город. Поэтому через весь Казахстан проехав, мне немножко такой, говорю, культурный шок был. И я такого не видела, чтобы в авто, в поезд, вот как автобус без кома набивали людей, еще там одна бабушка. У нас место было, мы сели на свое место, лежим, а она говорит, не видишь, что ли, взрослый, там, надо уступать старшим, там, вставайте. И нас согнавался в свое место и села на наше место, хотя у меня просто-то зайчиком едет. Серьезно, зашла зайчиком и скинула вас с ваших знакомых мест. Да, потому что, не видишь, апа пришла, надо уступать место, как вообще невосписанное, еще сидите. Мы в шоке были, устали, не знаю. Жестко, жестко. Вот в таком примерно атмосфере мы доехали до Алматы, но, конечно, когда до Алматы приехали, это уже как бы небо и земля, тут горы, во-первых. Ну, горы, конечно, сразу, мы никогда в Саратове это горы не видели. Хотя Саратау. Да, ну, там это просто... Да, 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 да. Ну, там есть такая горочка. Название, да. То есть, настоящую гору в Алматы первый раз увидел, конечно, меня это очень шокировало, потрясло, такое величие. Тогда еще, сейчас, может быть, лучше стало, я давно поездом ездил, а в то время там проводники брали без билетников. То есть, мы сидели, например, там кого-то посаживали, мы, главное, еще в купе взяли. Сейчас тоже берут. Да? Я ездил уже два раза, два раза брали. Один меня, короче, вот сел без билетника и начал меня учить, это, на то, что я по-казахски, короче, не говорю. Это купейный, да? Да. Это, нет, это не купейный, это плацкарты. Нас предупредили, когда мы с Илью ездили, нас предупредили, берите купейный, потому что с плацкартов невозможно ехать, не будет подсаживать. И мы взяли купейный, и все равно нас к нам посаживали, в купейный нам к нам посаживали. И вот, а когда мы открывали дверь купе, там вот так биткомы люди стояли, как в автобусе. Это ужас был. И вот, я помню, я еще тоже, был момент, когда я осуществлялась, потому что я не знаю языка. И как выйду в коридор, ну, тут в этот проход, и вам на кто-нибудь что-нибудь скажет на казахском, я не смогу ответить. А они верят, что у вас внешность казахская, они думают, что вы вместо, да? Да, 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 и по-казахски будут говорить. И вот я из-за этого не хотела в коридор, в этот выходить. В проход, что лет даже не ходила. И вот, я помню этот момент. И этот, ну да, была шокирована тем, что люди набиваются, потому что мы в России часто путешествовали. В Петербург, в Москву, потом у нас родственники и в Астрахани, и в Саратове, и в Волгограде. Не видели такого никогда, чтобы так было в поезде. Вот, а в Казахстане так и везли там и рыбы, и дыни, все это, все это ванизмное, на весь воган. Вот, такой момент был, да. И мы сразу сели, там, получается, в Уральске какая-то женщина села, попутчица наша, и она там начала нам рассказывать, вот, смотрите, тут какая природа, смотрите, там. И я вот ее не слушала, потому что мне неинтересно было, думала, там, думала, степь, что там можно смотреть. Ну, там действительно поначалу идет степь, вот, степь, степь, она говорит, вот, там пустыни, степь, думаю, что интересно, не знаю. Она все время говорила, вот, и я как-то не, с ней не хотела разговаривать, а она мне говорит, вот, вы сейчас так говорите, а потом вы все равно будете тянуться, приедете в Казахстан. Тогда я это села запомнила. Мы, я помню, ехали с Элей, там, трое суток ехать из Саратова в Алмату, трое суток мы ехали. И вот, на последние сутки мы просыпаемся, и Алия смотрит, там горы, прям, вот, видно. И она говорит, откуда это там горы, что это такое вообще? Я говорю, не знаю, может, это пока, и прям видно отчетливо горы, думаю, неужели. Мы даже не знали, что горы есть в Казахстане. Вам даже не говорили, что в Алмате горы есть. Да, алматинские были горы, Аллатан, да? Да, 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 да. И мы так удивились, я говорю, неужели этот город, такой шок был. Да, после степей столько степей, да? Да, да, и мы тут прям удивились, что такая природа, на самом деле, богатая. И в Алмате мы были несколько дней, там, три дня где-то мы были, буквально четыре, три-четыре дня были. Все обошли мы с Элей, все объехали в Алмате. Все места посмотрели исторические, там, парки, музеи, все прошли. И у меня поменялось представление о Казахстане. Я поняла, что, оказывается, здесь такая богатая культура, архитектура есть, оказывается, люди там такие развитые. Читать умеют, да? Блин, серьезно уже. Для меня, да, мне понравилось очень Казахстане, у меня шокировано было. И потом, уже когда мы вернулись, я уже хотела, когда закончить учиться и переехать сюда. Она работала в предприятии. С ребятами создали фирму, в которой вместе они окончили институт. И там, вроде бы, договорился, первый будет, они поедут туда отдыхать, кого-нибудь пошли. Вот она, дочь, поехала туда. А там зять, вот этот наш будущий, учился от Казахстана в Стамбуле. Ну, в институте я не знаю, но там уже знаю, что-то учился там. И он там подрабатывал в Анталии, ну, как студенты во время. И вот они познакомились. А кем он подрабатывал, он не помнит? Он, насколько я не помню, по-моему, обучал этих туристов дайвингом. Погружение в воду. Погружение в воду, раздавал это снаряжение. И когда Алия уже познакомилась с Толгатом... А как все это происходило, с вашей точки зрения? Ну, она познакомилась по интернету с Толгатом. Они общались долго, переписывались. Даже по интернету? Да. Они не в Турс не вонтались? А потом она поехала в Анталию к нему, там они отдыхали вместе. Серьезно? Вы расскажите, дед Павел, просто он всегда рассказывает уже с середины. Он ваше знакомство с середины рассказывает. Знакомство. Ну, мы же старенькие, забываем, там, в некоторый момент. Вы упадаете с памяти. Ну, да, вы же, вы мама, вы больше, более подробно все знаете. То есть они сначала взялись по интернету познакомились? Это в каких годах примерно было? В 2004-м свадьба была, значит, наверное, в 2002-м, наверное. Тогда еще и компьютеров, то у людей мало было, допустим. Да, вот сами понимаете, что у нас такой вот старый компьютер был, я же заплатил какой-то, пентюм какой-то был изначально, мы его купили. И Оля тут же сразу же начала в сеть выходить, в соцсети ознакомиться. Вот она стала там, познакомилась она, переписывались они, так вот общались хорошо. Потом она к нему в Анталию поехала, там они дружили, и все. Потом мы вот уехали, и я стала уже в Саратове. Уже заходила, находила, тогда же этих соцсетей не было. В чатах находила. В каких чатах? Асью, наверное, что-то такое? Ну, Аська, да, была. Потом вот эти, как называется-то, казачат был. А, казачат даже был? Такого не знаю, маленький-то, ну, хорошо. Ну, в общем, были чаты, казачат один из них, где собирались студенты со всего мира, казахи из Казахстана. И там я пыталась тоже найти общение, знакомилась с людьми, общалась. То есть ты уже, увидев, что в Алма-Ате, оказывается, там, для меня это открытие было, что, оказывается, там есть интернет, оказывается, там люди тоже компьютером могут пользоваться. И вот стала искать в интернете. Хотя до этого, ну, я даже не догадалась, что можно в интернете как-то из Казахстана с кем-то пообщаться. Ну, в основном там не было людей из Казахстана, в основном все были, кто за границей учился. Потому что в самом Казахстане, ну, мало кто пользовался интернетом. Ну, получилось, но все равно эти все люди, они студенты, которые выросли в Алма-Ате, учились за границей. Вот мой муж так же, он учился в Турции, у Алматы-Сан. И вот из них я тоже с ним познакомилась, с мужем в интернете. То есть он отучился здесь, школу окончил здесь в Алматы и потом поступил учиться в Турцию? Да, да, в Стамбуле. В Стамбул, да? А куда именно? В Стамбульский университет на инженерии. И вы в этом чате с ним познакомились? Да, ну, да, с ним познакомилась. Потом... Сколько прошло времени до того, с того момента, как вы с ним познакомились, до того момента, как раз-таки, когда вы... Встретились? Да. Ну, год мы где-то виртуально общались, но прям, так сказать, что какие-то там честные отношения. Просто мы как друзья общались, общались год где-то. Вот, а потом мы решили познакомиться уже в реальной жизни и в Анталии. А как вы поехали туда? Как вы попали в Анталию? Это же серьезно тоже надо было туда поехать? Ну, я бы тут купила путевку на, по-моему, на две недели. Там честно, скучное дело. Папа рассказывает, что вы в какой-то компании работали, и вам там по окончании года премию там выделили. Ну, они сказали, езжай, да. Они мне... То есть, у меня так не планировало сильно. Они вот прямо сказали, вот, бери, и тебе вот отпуск, вот тебе там премия, езжай. И я, пользуясь случаем, он как раз там работал в Анталии на водном спорте. И я сказала, я приеду. Ну, прям буквально за день, как бы заранее ничего не планировала. Мне вот сказали на работе, езжай, и я и поехала. То есть, вот так вот спонтанно получилось. Так вот, так мы познакомились. Потом уже начали, уже понравились друг другу, начали переписываться, общаться, ездить друг к другу. И где-то уже в 2004 году мы поженились. В 2004 году? Вы свадьбу здесь играли в Матте, да? Мы свадьбу сюда приехали. Еще вот насчет свадьбы такие были моменты, что его родители, они, ну, переживали, вот как в России и вообще какие порядки. Там наши родители не знали, как, ну, первый раз, что, куда лар с Казахстана. И все с двух сторон очень волновались, как, что вдруг кто-то неправильно сделает. Ну, нам повезло, что, как бы, и мужа родители, они простые. Понимающие. Да, родители Ламатинские. Они вот первый раз поехали в Россию, то есть они там собрали своих друзей, родственников, и прям делегации, куда лар, по-настоящему поехали в Россию на поезде забирать меня. Там мой муж, он, получается, из Турции, прилетел на свадьбу, они его три года не видели, родители. Он домой не ездил, он там 8 лет жил, я вообще не ездил домой. Они его первый раз вот увидели на свадьбе только. За три года? За три года. И этот, какие делегации? Благодаря вот мне. Благодаря вам, да? Да, что я вытащила, а так он не собирался вообще выезжать. Вот, и мы с Толгатом познакомились только на свадьбе. Он к нам приехал, познакомились, и родители его тоже приехали к нам на свадьбу сразу. Познакомился, да, потом объявилось через год, что она выходит замуж. Мы сказали, и вот она вышла замуж и уехала жить в Турции. Они год жили. Прошло некоторое время, и вдруг вы узнаете, что ваша старшая старая, она... Да, выходит замуж. Вы, наверное, узнали все, что она общается еще до этого. Вы все-таки сестра. Вы скажите, как вы отреагируете? Ну, мы не думали, что еще что-то серьезное. Вылезет, что она замуж выйдет туда. Знаешь, что общается, но что замуж выйдет, мы не знали. Но как-то неожиданно это получилось. Она, получается, с женихом, ну, со своим парнем, приехала в Алмату. Получается, у ее парня, ну, будущего мужа, у него братишка женился. И вот на свадьбу они приезжали. Потом оттуда приезжают и говорят, что мы решили пожениться. И вот для нас это, ну, как бы, неожиданно было. Мы не знаем, что так быстро произойдет. Ну, вы сами, как отреагируете? В шоке были? Или нормально? Красава, да? Ну, я тоже, честно говоря, нет, не помню. Не помню, да? Да. Но, наверное, иногда обрадовалась, потому что этот... Всегда, ну, Алмату хотела приехать. И этот обрадовался, конечно. Не знали там, ну, традиция, язык плохо знаете. Как вам было вот на свадьбе, там, тоже, наверное, тяжело на НГЛД? Ну, да, были такие моменты. То есть, когда, ну, понятно, что я, когда приехала, я ничего не понимала, там, ни одного слова. Как иностранка там была. То есть, и даже, когда на свадьбе там, там, она начинает играть, играть, что-то говорит, что-то делай. А его предупредили, что я НГЛД не понимаю. И он мне там пытается на русском продублировать, что он хочет от меня. А я, ну, кто-то подсказывал, что-то делает. Ну, в общем, так вот прошло. Ну, потом, конечно, уже... Нормально, да? Уже нормально, да. Ну, вот еще такой момент. Вы же потом жили еще в Турции, да, какой-то момент? Да, мы приехали только на свадьбу для того, чтобы сыграть свадьбу. И после свадьбы мы через неделю уехали в Турцию. Там год жили. Почему там не остались? Ну, потому что я сказала, поехали в Казахстан. Я вот каждый раз мужу говорила, что мы здесь делаем в Турции. Поехали в Казахстан. Ну, что мы здесь... Я там как на чужбине жила в России. Теперь в этом в Турции как на чужбине живешь. Постоянно вот эти обзывания. Вот ты там... Жапон, Чинь. Там был... В Турции был, вот, в России был даже? Да. Серьезно? Просто многие говорят, что турки, они там... Все-таки тюрки наши, там, близкие. Или они тоже страдают, да, такой? Ну, дети, подростки, да. Они бегают хвостом прям. Джеки-чан, Джеки-чан. Бегают там. Чинь-чинь, Джапон. Давайте фотографируем. Это в Стамбуле? Да, в Стамбуле. Серьезно. И на улицу вот так вот не выйдешь. Там, как заперти сидишь, ты такая все-таки закрытая страна. То есть там без мужчины на улицу нельзя выйти. Даже так? Да. Ух ты, ничего себе. Просто все так разрекламируют Стамбул. Ну, может, сейчас там изменилось. Это в каком году было? Это был 2004 год. Ага, 2004. Вот, мы в прошлом году тоже ездили в Стамбул. Ну, а, конечно, сейчас больше этот современный стал, чем раньше. Да и мы еще и жили в таком районе. В районе, наверное, да? Да. А еще такой момент. Я слышал, что там в Стамбуле такая тема есть, что если там ребенок рождается, то он автоматически гражданин с Турцией становится. Да, есть такая. То есть это тоже было причиной того, что вы приехали в Казахстан, наверное, да? Да, да. Во-первых, а во-вторых, там, ну, видно было, что нет условий ни образования, ни медицинского обслуживания. То есть, ну, по уровню. Там даже вот, там, зуб заболел, там даже полечить там невозможно, там, не знаю, там, минимум 100 долларов к врачу сходить, к какому-то практиканту. Как ваши родители отреагировали? То, что вы выходите за парней из Казахстана, да? То есть в Турции. Да, тоже спрашивают, как. Ну, родители нормально отреагировали. То есть они мне доверяли. Они считали, что если я с ним тоже так долго общалась, я уже как бы раз знаю его характер. Если я сама сделала выбор, то они полностью мне просто доверились, там, даже не вмешивались, не говорили, а кто он, а кто его родители, а что там, например, иногда бывает там, а как вы будете жить, а что такое. То есть таких вопросов вообще не было, они полностью доверились, но раз я выбрала, значит, я как бы знаю. Вот, поэтому таких, насчет этого никаких там ни конфликтов, никаких не было, ни разговоров. То есть положительно отреагировали? Да. Ну, а ваш муж, вот он, если бы вы не настояли, он так, как он и хотел в Турции, да, в Турции? Да, ему там нравилось, ему там организация оплачивала перелеты, оплачивала квартиру, проживание, то есть там все условия были. И он так бы и жил там. Я просто понимала, что там невозможно пустить корни, надо все равно, я говорю, ехать в Казахстан, я говорю, поехали в Казахстан. И вот через год, он говорит, как я поеду, там работы нет, а здесь все налажено. Я говорю, ну, найдешь работу, едут же люди, находят работу. Он говорит, я там, ну, 8 лет не было, как я поеду? И вот для меня страх был. Я вот этот, потом я говорю, тебе уже друзья уехали туда, они тоже друзья. Говорят, ну, мы тебе поможем найти работу, приезжай. Я говорю, тем более, люди приезжают, у них ничего нет. Он говорит, где будем жить? Я говорю, ну, у тебя же родители в Алматы живут. Крайний случай, первое время у родителей поживем, потом что-нибудь придумаем. У тебя же не такая ситуация, что там просто куда-то на пустое место ехать. У тебя там одноклассники, твои друзья со школы. С Турцией друзья, которые переехали, тоже в Алматы есть. Он один из последних переехал. Получается, мы уже переехали. И я говорю, я здесь не буду детей рожать. Когда переедем в Казахстан, тогда будем детей заводить. То есть, вы четко перед фактом поставили его? Да. И, в общем, так получилось, что через год все-таки уже уехали мы в Казахстан. Ну да, когда мы начали в Казахстане жить, уже как будто на своем месте оказались. И потихоньку-потихоньку начало складываться. Но вы сейчас, вы изначально жили в Алматы, вы потом перебрались в Астану сейчас, там живете? Да, мы два года столько в Астане, тоже по работе пришлось переехать. Как вы отреагировали на то, что у вас... Я рад был, я работал, потому что в Турции меня что-то не очень... Это Турция, это как-то Турция. Другая планета, да? Другая планета. А здесь в Казахстане наш сосед. То есть, хорошо отреагировали? Да, хорошо отреагировали. Даже был, как бы сказать, успокоился, что ли, типа. Какая ваша реакция была? Ну, наша реакция была изначально, то, что мы радовались, то, что она замуж выходит, там, судьбу свою обустраивает. Вот, даже песню пели, такой вот, это вот, Ахшала, вы знаете, это не слышали я там. Как бы девушка, как бы в семье девочек не воспитывали, она все равно найдет свое гнездо, собьет и улетит в свои края. Да, да, да. Даже мы постоянно песню пели, вот, Аташка на дамбре играла, я пела, там, друзья приходили. Плакали, да. Да, это было так, это символично все. Вот, а изначально-то они же жили год в Турции, в Стамбуле жили же. А потом просто Алья решила, что, не решила, они с Толгатом решили, что лучше поехать в Казахстан. И семью детей уже здесь, это там основываться. И потом, когда Алья уже здесь с Толгатом были, она еще училась в университете там, в Саратове, и говорила, что я поеду тоже за Альей в Алматово. Мы говорим, да ты куда поедешь, мы что одни останемся. Нет, я поеду туда. И вот она уехала туда. Прошло некоторое время, вы, наверное, были здесь на свадьбе, наверное, да, у Алии? Да, да, приехали на свадьбу. Потом еще какие-то впечатления сложились. Да. Потом, как вы сами здесь оказались? После свадьбы Алии мы поехали в Астану посмотреть столицу. Там тоже мне очень понравилось, потому что тогда, это был 2004 год, тогда Астане было всего там лет 10, наверное. Вот. Со всех стройками до бурных. Да, начинал строить, столько батюрек только построился. И вот, и меня впечатлило, конечно, то, что грандиозная стройка идет, то, что такие планы будут, то, что город будет такой. Вот. И когда я уже приехала в Саратов, я уже настраивалась на то, что я поеду после окончания, я тогда училась в университете, и что после окончания университета я приеду в Казахстан, так думала я. Вот. Все-таки дождала этого, дождала, пока я закончу, пока, если бы я, наверное, не училась, я, может, сразу поехала. Вот, ждала. В 2007 году я закончила. И Алия вот с мужем приехали к нам в гости летом. Нас погостили и говорят, ну что, поедешь с нами? Я говорю, ну поеду. Вот. Сразу же я купила билеты и вместе с ним уехала. Сначала в Астану, потом в Алмату. Ну, прям так сразу жить я не собиралась. Просто думаю, поеду, посмотрю, там, если на работу устроюсь, поработаю, еще здесь не понравится, обратно вернусь. То есть не было такого мысли, что все, теперь я уезжаю, навсегда, там совсем прощала. И родители тоже не думали, когда я уезжала, они не думали, что я навсегда уезжаю. Они думали, что просто я в гости поеду, потом там обоснусь, посмотрю и приеду, может быть. Потом я как приехала, сразу вот наш дядь, это муж сестры, сразу говорю, ну вот, давай устраиваться на работу. Долгую десетельную. Да, сразу нашел мне работу, он мне нашел работу у себя в компании, ну, предложил, мою кандидатуру меня сразу приняли. И как-то сразу я туда устроилась, начала работать, потом, я сначала жила у Али, они на квартире жили, потом я решила самостоятельно снимать квартиру, уже одна в комнату снимала. Потом я говорила, наверное, надо подавать ужин к гражданству, потому что без гражданства это тяжело, как бы официально не устроишься на работу. Али я говорила, да, ну, сразу подавать на гражданство, не надо ничего ждать. И как-то сразу я подала на гражданство, и вот буквально через полгода я уже, нет, через три месяца я получила гражданство. В каком году еще раз? В 2007 году я приехала, в сентябре, а гражданство я уже получила в марте. Но вы тоже по упрощенной программе, вот как переселениц, да? По упрощенной программе, да, не как переселениц, там как, а, да, правильно, получается, как... Как уралман, Кандас, как этнический казах. Этнический казах, да, там с три страны, Белоруссия, Россия и Кыргызстан, упрощенный порядок был. Там за три месяца получили гражданство, без подтверждения, без каких-либо документов. Тогда, то в то время, сейчас, наверное, этого нет. Может быть, да. Только нужна была справка о том, что я казашка, там, я получил... В связи со рождения, да? В связи, нет, именно справка. А, справка. Да, я получала справку, выходила в какую-то ассоциацию казахов, мне эту справку дали, и на основании справки мне сразу дали гражданство. То есть, никакие документы больше не... А как они определили? ДНК сдавали? Нет. Я тоже думала, что, наверное, там какой-то тест будет. Нет, просто обычно в связи со рождения, понятно, там написано. Да, там вот в связи со рождения просто приносишь, и они справку дают. А, в связи со рождения, понял, понял. И на этом в основании справку дают. Я говорю, почему нельзя сразу... В связи со рождения? Типа, должны проверить, наверное, подзывы, да? Наверное, да. И они вот именно на основании справки дают. Она закончила университет, на обмыв диплома, приехала Алья, ну, на диплом окончании. Зять говорит так, хватит балдос здесь жить. Говорит, поехали с нами, я тебе там, афо, самое, как называют... Обустрою. Обустрою, на работу, устрою все. Он себе на работу взял, там, и вот она, работа, жили сначала у них, потом квартиру снимал. И вот, там что, две дочери здесь были. Поэтому уже деваться некуда было, да? Как деваться не было, можно было. Ну, то есть уже была причина конкретная уже была, да, чтобы перебраться? Да, они вот толкаться ли ее, забрали ее к себе сразу, говорят. А закончил, когда университет, они ее забрали в Алма-Ату. И говорят, там найдешь работу, будешь работать, все, что ты будешь здесь делать-то? Они же сначала, допустим, в каком-то 2002-м, я же забыла, в каком-то году приезжали с ребятами, те, которые в ракетку учились. То есть они же, у всех российских казахов чувство страха, почему? Потому что язык не знаю, к чему я там буду делать, как я там буду адаптироваться. Не примет, короче. Да, вот и девочки тоже переживали на этой почве, что мы не сможем. А когда они раз съездили, оказывается, на казахском-то не надо очень сильно и говорить, и проблем никаких нету. И оказывается, это очень чудесная Алмата, им так понравилось. И когда Талгат с Ильей позвали Анару с собой, она сразу согласилась, говорит, да, я лучше пою там. И вот приехала она, работала здесь, потом замуж вышла за Осета. Мы сейчас его уже сын называем, потому что у нас два зяца, Талгат и Осет. Они нам как сыновья. Почему? Потому что у нас своих сыновей нету, а Талгат с Осетом, они такие заботливые, да, но мы прям считаем сыновьями. Семья Хазизовых разрешила мне показать вам уникальные кадры. В том самом переломном 2001 году, перед тем, как 23-летняя Алия и 18-летняя Анара впервые пересекут весь Казахстан и окажутся в городе Алматы, перед тем, как в их сердцах навсегда поселится мысль о переезде в Казахстан, в том самом переломном 2001 году семью Хазизовых в городе Саратове будет снимать саратовское телевидение. К ним в гости придет передача «Жили-были». Из первых приглашений к нам пришло из Саратова от семьи Хазизовых, и мы с радостью отправились на улицу Топольчанскую. Саратова Субтитры создавал DimaTorzok Скажем сразу, только младшая из Хазизовых Анара имеет музыкальное образование. Сначала была школа, а сейчас областное училище искусства. И родители, и старшая сестра Алия выбрали технические специальности. Вот так я осталась, потом я устроилась на другую работу. А как вы познакомились с супругом? Так, я уже здесь была, жила на квартире, потом я нашла другую работу самостоятельно. Потом я, когда гражданство уже получила, я уже другую работу нашла. Потом я подрабатывала еще переводчиком. А с какого он? Английский язык. Английский знаете хорошо? У меня диплом переводчика, я училась на юриста и параллельно еще на переводчика. Круга тут. То есть у меня еще переводчик английский язык. Я подрабатывала переводчиком, потом работала еще юристом. И, в общем, мы с мужем познакомились по интернету. У меня такого, большого круга знакомств не было. В какой соцсети? Вконтакте, наверное, да? Нет, на сайте знакомств. А, на сайте знакомств. Я знакомств познакомилась. Ну, в 2013 году я замуж вышла и осталась здесь. Все просто, да? Да. Опять родители на свадьбу приезжали, да? Да, родители на свадьбу приезжали. Не столько в Алмату я хотел попасть. А мне была мечта. Не знаю. Она, оказывается, мечта сбывается. Но я немножко отступлен делаюсь. И она интересная. И нет. Хотел по горам полазить. В горах побывать? В горах подняться. Мне что-то было, горы. И вот когда я вышезамуж здесь, говорит, папа, приезжай к нам. Вот здесь горы. Ты же хотел по горам. Вот. И когда приехал, уже родился. В каком году вы приехали? Впервые в Алмату? В первую Алмату, сейчас скажу, 2000... В 2007 году, да. Ну, ты все, впервые сюда приехал? Впервые в Алмату приехал. А вот тогда я внук уже полгода был. Он шестого года. И, получается, вы побывались в горах. Я еще знаю, вы здесь попробовали даже статус у Романа получить. Да, это когда я вышел замуж Алья, и переехал сюда, это было. И тогда я уже пытался переехать сюда. А переехать сюда, это работал там на должности. И насколько там по призыву этих было так, что у Романовской, Ваня, предоставляет жилье, предоставляет должность. То есть, не должность, а работу для всей семьи. И бесплатно дают это, бесплатно переехать, что-то я имею в виду, транспорт. Ну, думаю, ладно, надо подать заявку. Ну, поддал заявку в администрацию президента Казахстана. Ну, у меня это был возврат, сказали, что это оформление идет подавать через посольство, консульство, которое находится в Астрахани. Ну, и подал туда через год, что ли. Ну, у меня было опять, что в Романство, теперь приоритет администрации президента. Ну, тогда, как бы, мне показался футбол, может быть, в самом деле, так было решение, так перепринято. Я тогда обратился в Нур-Утан. В партии сказал, вот вы по партии Нур-Утану. Здесь, в Алматы. В Алматы был у Али, когда здесь приехал очередной раз. И там Нур-Утан пришел и говорю, вот так, так, у вас в программе записано, я уже идти из Казаха в свое время, были, в 35-м году наши деды уехали, хочу вернуться, как бы, на родину, а здесь уже начинаются какие-то у вас неразберихи такого-то. И они говорят, не может быть такой-то, ну, ладно, поищем такого-то, или меня обращаются, как бы, выше или куда-то, куда обратиться. И мне сказали, да, на следующий день я пришел к Нур-Утану, они мне сказали, да, вам предоставляют, вам, если вы надумали, как читав, это северный район, это, мы тебе, там, кирпичный завод строится, мы вам спасаем, директором кирпичного завода, и для жены тоже найдется работа, и там часто фундаменты закладываются для жилья, и вы там получите квартиру. Квартиру. Ну, и дали телефон, с кем связываться, так вот. И когда я связался с акиматом города Кокчетава, они сказали, да, были у нас такие идеи, но кирпичный завод не строится, на стадии фундамента остался, дальше будет или не будет. А в этом, и тогда я подумал, что здесь ждать нечего, самому надо действовать. Вы сами, когда впервые вы приехали в Казахстан или в Казахскую СССР? Вот смотрите, у нас родственники мои, да, они все жили в Уральской области, в Джербекском районе, село Кайрат. В Индийском районе знаем мы, да. Да, и вот, допустим, про Казахстан, воочию, да, я только знала по этому Кайрату. На границе России, но там рядом. Да, там, поэтому я, представление, что вот у нас село, допустим, Сирогоцкое было, что Кайрат там был. Да, разница никакой не ощущалась. И что это Казахстан, там, в России мы тоже не ощущали, потому что это была советская страна, там, одна территория. Вот, а потом тоже, когда мы в Алма-Ато приехали, мы уже увидели Казахстан уже совсем с другой стороны, потому что уже это же было восстановление Казахстана, это было в 2004 году я приехала первый раз сюда. Когда вот свадьба была, мы тогда приехали в Алма-Ато, а до этого я и практически-то, ну, знали там по интернету какие-то там мелкие сведения. Ну, конечно, конечно, да. Тем более в то время вообще интернета толком не развит, когда вообще ничего не знали. Да, ну, мы это не интересовались, больно работали там, и не до этого было. Вот. А когда уже мы в Алма-Ато приехали, посмотрели, что тут даже планка была там намного выше, чем, допустим, на Саратове. Да, даже начиная с того, что вот электронная чередя уже в 2004 году уже были здесь, допустим, в банках электронная чередя были, вот, ЦОН был уже организован, а у нас вот до сих пор, наверное, я не знаю, в Саратове, окошечки, наверное, там сидят в ЖКО, окошечки говорят, да. Но сейчас они тоже есть, МФЦ еще появились. А. Ну, все, да, знают, что впервые, как бы, вот это ЦОНы, они опередили Россию, да, в этом плане, в плане цифровизации. Да, и тогда вот цифровизация, когда была, мы удивились, думаю, допустим, в Казахстане, говорят, и прямо это так работает, все слаженно. Давайте еще раз знакомиться, получается, Ескендир у нас, да, ты, этот, получается, у вас еще есть еще старший шенгус, да, ты, получается, средний в семье. Да, я средний. Рассказывай, где ты живешь? Я живу в Астане, учусь в 59-й школе. В русскоязычной школе ты учишься? Да, я русскоязычной учусь. Чем помимо школы еще занимаешься? Я занимаюсь программированием, иногда спортом занимаюсь, ну, еще иногда игры играю. В компьютерной? Да. Ага, помню. Ты был когда-то в России? Я, да, был. А, где ты был, в каких городах? Я вроде в одном городе был, и то не помню. Не помню, а хорошо. А в каких еще городах был ты, помимо Алматы и Астаны? В Казахстане? Я был в Каркаре, и вроде все. Ага, понятно. Ну, хотя я тебя хотел спросить, как тебе жизнь в Казахстане, но хотя ты в других странах и не жил, да? Ну, хорошо, ладно, Искандир, очень круто. Давайте, передавайте наши девочки замечательные. Тебя зовут Корлан? Да. Сколько тебе лет? Восемь лет. Восемь лет. Ты в какой школе ты учишься? В 66-й в казахской школе. Тоже в Астане, да, ты учишься? Да. Чем ты занимаешься, помимо школы еще? Фигурным катанием и домброй. Ага. Кстати, ты знаешь историю, что твоя мама, она из России родом? Да. Ты когда-нибудь была в России? Да, была. В каких городах? В Астрахани только. Ух ты, она ведь помнит. Как тебе в Астрахани? Хорошо. Понравилось? Да. Ага, круто. И мы где-то долгое время по интернету уже, по скайпу нянчили внуков уже. Она включает скайп, говорит, мама, смотрите, я пошла на кухню. И вот этот старший внук у нас, Чингис, он лазит по кровати, под диван, кричит, в камеру смотрит. Мы ему сказки читаем, все вот так было. А потом, уже когда на пенсию вышли, почему мы должны сидеть там, в Саратове, когда внуки растут без нас. Да, в Казахстане-то. И решили, как на пенсию вышли, поехать к детям сюда. Совсем вы как перебрались? Как происходил ваш этап переезда именно в Казахстан и Саратова? А, получилось как? Это, в общем, переводит песню, означает «белая чайка». Вот, как в семье девочек воспитываешь, и как бы ты ее не любил, не воспитывал, не лелеял, но она все равно сойдет в свое гнездо, улетит в другие края и будет жить там своей семьей. Ну что, вот и закончилась наша первая часть. Но у меня есть не менее интересная вторая часть истории семьи Хазизовых, в которой вы узнаете историю, как переезжали Хатамула Хатайч и Раиса Ислямовна, в каких проектах всеказахстанского масштаба участвует Хатамула Хатайч, в каких фильмах успела принять участие Раиса Ислямовна, почему Анара, возможно, уедет жить в Соединенные Штаты Америки, ну и вообще в целом, как сложилась их жизнь здесь, в Казахстане. Ну и, конечно же, моя любимая тема – это плюсы и минусы жизни в Казахстане и в России от тех людей, которые знают не понаслышке о том, о чем они говорят. Как только это видео наберет 3000 лайков, тут же мы выкладываем вторую часть. До новых встреч! Сао Бонус Дар! Если человек что-то делает, я так заметила, в любой сфере, если человек что-то делает, здесь он обречен на успех. У вас были случаи вообще? Там, расизм, там, нацизм? Да, были случаи, конечно. Это с маленьких лет именно с садика, а просто посторонние люди, прохожие. А некоторые с удивлением смотрят. Интересно, говорит, а на русском может разговаривать? Она сиповая не приехала, я откуда-то вот так вот. Там российский менталитет, там более люди напрямую могут высказать свое удовольствие, недовольствие. А здесь уже нужно подбирать никто, чтобы не обидеть кого-то. Я тоже, говорит, раньше не знала, какие казахи бывают. Они такие, оказывается, красивые, такие умные, что-то оказывается. Ну, допустим, скажут, да, хорошо, ну, по работе будем говорить тогда, хорошо, там, сбор в 11 часов, да. А они полдвенадцатого киллежатором, баражатором, ну, так же нельзя. Я им говорю, ну, это же не той. Это работник автобуса, и прям, ты, может быть, туда не хочешь садиться, но тебя затолкают туда, и поедешь по-деволю туда. Имеется в виду, тем казахам, которые приехали из Аулов, и не знают русский, и тем россиянам, ну, в смысле казахам, которые эмигрировали, они, у них шансов больше поставить на ноги, освоиться, купить там жилье, там, и так далее, и так далее, и пустить корни. Ну, боятся ничего. Наоборот, все, все мы жалеем, за что они все не приехали.